Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как Samsung принимает странные решения. Совсем недавно прокатились слухи о том, что в 2021 году Samsung откажется от линейки Note и оснастит фолты с пеном. То есть для большинства людей у корейцев останется только один флагман, линейка S. Правда понятие для большинства звучит очень громко, так как ценник флагманских смартфонов Samsung уже давно перешагнул все мыслимые и немыслимые психологические пороги. 1300 долларов за смартфон это довольно весомая причина хорошенечко призадуматься, а все ли фишки в нем тебе нужны. В ответ вы можете сказать мне, так а в чем проблема? Покупаешь условный флагман Xiaomi и горя не знаешь. И оно как бы и да и нет, ведь есть люди для которых привычка и любовь к бренду важнее. Что же делать в таком случае? Выбирать прошлогодний флагман? Вариант, но не самый интересный. И вот тут на помощь приходит Samsung и говорит, так в общем мы для фанатов сделали свой S20. С Blackjack и со всеми остальными радостями. Имя ему Samsung S20 Fan Edition. И сейчас мы с вами постараемся разобраться, а действительно ли он для фанатов сделан или с ним все же что-то не так. Смартфон этот странный. И странности начались прямо с момента его презентации. Для тех кто не в курсе, в мире технологий можно не следить за календарем. Можно просто ориентироваться по презентациям корейцев. Например, если вы видите новости презентации новых эсек, значит на улице январь. А если ноут показывают, значит конец августа. И вот я посмотрел на ноты и через пару недель мне на рабочую почту приходит приглашение на презентацию еще одной эски. И ею оказался именно фэн эдишн. Изначально я подумал, что повторилась ситуация с прошлогодним S10 Lite, но все пошло как-то не по плану. Итак, внешне Samsung S20 Fan Edition практически ничем не отличается от большинства смартфонов 2020 года. Но отличия есть даже в сравнении со своими старшими собратьями. Его размеры немного меньше, чем у S20+. Боковая рамка алюминиевая, спереди стекло, а вот сзади пластик. Да, самый настоящий пластик. Классный, качественно обработанный, красиво выглядящий, но пластик. И тут мы вспоминаем историю Snow 20 без приставки Ultra, который был с таким же корпусом. И да, за это можно поругать. Я не зря вспоминал про S10 Lite, где из смартфона выбросили ненужные многим фишки, оставив лишь главные. Только в десятке использовали более проблемный гластик, который страдает от соприкосновений с воздухом. А вот фановая двадцатка за три месяца моего далеко не самого аккуратного использования не получила вообще ни единой царапинки на спинке. Это очень круто. Ну и самая банальная стоимость ремонта. Если вдруг ручники устали и смартфон не удержали, то как минимум шанс увидеть трещину на задней поверхности гораздо меньше, чем в случае с обычными двадцатками. Ну и если все-таки разбили или сломали, стоимость ремонта намного дешевле. Так что да, я могу согласиться с большинством комментариев на тему фу пластик, но здесь, как и с пикселем, вроде пластик, но держать в руках приятно. Еще один несомненный плюс наличие пыли и влагозащиты. Полезным всегда будет. Но есть вещи, которые точно понравятся многим. И это дисплей. И дело даже не в его характеристиках, которые вполне соответствуют званию линейки S. 6,5 дюйма, суперамалея, 120 Гц, соотношение сторон 29 и Full HD плюс разрешение. То есть комментарии, отчего это в Quad HD нельзя использовать 120 Гц, уже отменяются. Нет Quad HD, нет проблемы, так сказать. Но самое главное в этом дисплее, что он плоский. Никаких изогнутых грани, которые многих очень сильно бесят. И в этом году даже меня начали раздражать. Кроме визуальной и тактильной составляющей, мы снова приходим к практической. При падении на боковую часть, шанс того, что дисплей переживет это падение, гораздо выше. Ну а то, что характеристики у него топовые, даже сомневаться нет смысла. Яркость 720 нит, практически полное соответствие P3 и sRGB покрытию. И в этом вопросе все очень хорошо. Шим тоже никуда не делся, но работает он на яркости меньше 30%. Выше 30% работает DC Dimming, который наконец-то любезно спустили нам с небес. В общем, вот за что, а за дисплей S20 Fan Edition точно не стыдно. Но не могло быть все так гладко. И переходим мы к производительности. Здесь на ум сразу приходит уже упомянутый мной S10 Lite. Вся его прелесть заключалась в процессоре, ведь в нем был установлен Snapdragon 855, что довольно редко можно увидеть во флагмане Samsung в наших широтах. И во время анонсов FE я обрадовался и подумал, ну наконец-то, теперь прям вообще годненько получилось. Но помните, что я говорил про странненький смартфон? Здесь эта странность и проявляется. Непонятно для чего и зачем. Samsung сделали версию с 5G и без него. И угадайте, какая продается в наших широтах? Правильно, без 5G. А угадайте, в чем между ними разница, кроме наличия 5G модуля? Верно, в процессоре. 4G версия, та что у нас продается, все так же с Exynos A5G вариант с Qualcomm Snapdragon 865. И когда я задал логичный вопрос представителям, мол, а как это называется, то получил ответ, ну у нас же нет еще 5G, значит нам эта версия не нужна. А значит Fold, Note 20 Ultra и S20 Ultra, ничего что с 5G, да? В общем, меня бомбануло знатно. Особенно если вспомнить все то, что преследовало старшую флагманскую линейку. Exynos 990 вполне стандартный флагманский чипсет корейцев, где у нас есть 8 ядер в трех разных кластерах и вполне себе знакомый Mali-G77 MP11. Тесты в целом можно было и не делать, так как это ровно такой же набор, как и в 20-ках нотах ES. Этот процессор довольно хорош в обычном использовании смартфона. Открывает все очень быстро, работает плавно и без тормозов, только если вопрос не начинает касаться длительной нагрузки. При этом в тесте троттлинга все в принципе нормально. Но вот если запустить тяжелую графику, новый прекрасный тест 3DMark показывает, насколько сильно начинает снижать свои частоты графическое по системам под нагревом. Да, это вакуумные условия теста, где осуществляется 20 прогонов в 2К разрешении. Но в играх все будет примерно так же. Через полчасика игры на максимальных настройках кадры могут просесть раза в два. Так что выбирать этот смартфон для игр точно не стоит. А вот для чего его точно можно выбирать, так это для фото. Камеры пусть и не настолько нафаршированные, как у старших флагманов, но при этом всегда выдают отличный, предсказуемый результат. Да и камеры здесь все честные и местами получше, чем даже у плюс-версии. Начнем с главного. Основной модуль проверенный временем 12 Мп с диафрагмой 1.8. Ровно такой же был и в S20+. И он хорош. За снимки можно не переживать, они всегда насыщенные, яркие и вкусные, хоть выражаться так и не совсем красиво. Второй модуль 8 Мп, телевик, 76 мм эквивалента фокусного расстояния и трехкратное оптическое приближение. Насколько я понимаю, оно честное и не гибридное. Не обошлось и без сверхширика. 12 Мп, диафрагма 2.2, 123 градуса. Ну, он неплох. Спасибо, что смартфон не пытается снимать никому не нужное 8К видео, восстановившись на 4К и 30 и 60 фпс. Фронтальная камера снимает так же, а фото делает 32 Мп. Автономность вполне стандартная. 9,5 часов теста PCMark, что дает нам 5-6 часов работы экрана в обычном использовании. Раза два в день придется подзаряжать. Поддерживается быстрая 25-ваттная зарядка, беспроводная 15-ваттная и реверсивная 4,5 ватта. Из примечательных вещей мы отметим стереозвук, который лишь немногим уступает старшим братцам. Поддисплейный сканер общетка пальцев, который практически всегда работает хорошо. NFC и все-все-все нужные беспроводные сети на том же месте. И самое сложное, вывод. В конечном счете мне очень хочется сказать о том, что смартфон, несмотря на довольно предвзятое отношение к нему, получился неплохим и даже не побоюсь этого слова хорошим, но меня очень сильно вводит в грузь понимание того, что приедет к нам в версию S5G было бы все гораздо лучше. Мне нравится его дисплей, корпус и габариты, камера, которая очень сбалансирована, но момент с производительностью в играх лично меня очень огорчает. Не огорчает даже цена в пределах 700-750 долларов. Да, многие из вас скажут, что это все равно дорого, но факт того, что это все равно дешевле, чем все остальные корейские флагманы, остается фактом. Ну а что вы считаете по поводу Galaxy S20 Fan Edition, обязательно пишите в комментариях, где я вас как обычно буду ждать. А с вами как всегда был Агностик, который вас обнял, приподнял и... До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok